именинник и вининник это мое кольцо которое папа подарил да тебе сколько лет данечка сегодня исполнилось 4 ты такой большой классный мальчик наш дорогие зрители мы отправляемся в паду и все очень-очень рады тому что мы едем в паду и потому что прекрасный день мы давно никуда не выбирались по понятным всем причинам паду и встречает нас солнцем паду встречает нас красивыми людьми которые гуляют но могу сказать что да улицы значительно опустили хотя я могу предположить я не совсем уверена мы вообще за за пределы паду и можем выезжать или нет мы жители провинция паду и но у меня все таки предположение что такую хорошую погоду очень многие уезжают в горы как я уже говорила либо на море давайте я покажу вам как я собиралась я заранее знала что надену свое белое новое пальто и как я уже где-то писала в комментариях отвечаю кому-то на вопрос под белое пальто в идеале походит черная база либо любая другая однотонная яркая база у меня было сомнение между тем что в итоге она тела и вот этим коричневым но вам хочу показать этот темный коричневый цвет горького шоколада как пример того когда в одном ансамбле могут сочетаться два противоположных подтона это холодный подтон холодный коричневый который я имею в юбке и теплый коричневый потому что это теплый подтон а если речь идет о свитере это видео я хочу посвятить обзору витрин а точнее двум вещам которые которые вы без труда сами увидите это тренч например такой как мы видим на левом манекене могу сразу сказать что все тренчи которые я увидела потому что иногда мне говорят я на вы не снимаете людей в полных вы не снимаете людей еще каких-то вы не снимаете определенные образы вы снимаете только то что вам нравится остальное отрезать на самом деле это не так все тренчи которые я увидела все тренчи я сняла на самом деле мне здесь совершенно невыгодно на вас навязывать какую-то точку зрения хотя да я люблю классические тренчи больше также как и классическое пальто я предпочитаю больше всегда об этом говорю чем допустим пальто over просто на мой взгляд такая посадка такой фасон узкий это всегда более комплементарно для любой женщины и я вообще за женственность последнее время я очень люблю женственность поэтому сразу могу сказать что все тренчи которые я увидела я все сняла и все они так называемые так называемые классические но и также это видео будет посвящено брючному костюму мы увидим его в огромных количествах на витринах нам предлагают по всей видимости настоятельно его поносить в этом сезоне но вы возможно обращали внимание что и на прошлых обзорах витрин на осенних витринах мы тоже видели большое количество большое количество обличных костюмах и так первое ты на которой меня мне понравилось привлекла мое внимание это снова twin set мне очень понравились эти босоножки наверное все таки то лодочки босоножки не знаю как они правильно называются очень красивый акцент более того вот такая обувь на низком каблуке мне кажется так как называется рюмочка она очень красиво смотрится на любом возрасте и в любую стилистику любой ансамбль вписывается очень хорошо здесь обращаю ваше внимание на платок его можно повязать на носить на шее можно повязать на ремень как было в предыдущем кадре очень 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 красиво много розового но это уже читалось в самых ранних витринах и сейчас я могу совершенно точно сказать что розовый здесь в италии этот цвет наступившего весеннего сезона и также очень много кружева ну что ж давайте посмотрим на этот тренч очень красивый тренч как вы видите ну прямо таки классика классика хочу обратить ваше внимание на такую обувь единственное что каблук я бы рекомендовала конечно братья толстый потому что он более устойчивый и также хочу обратить ваше внимание на вот такой рукав он неудобен в носке он неудобен прежде всего когда мы надеваем и допустим имеем как первый слой одежды более плотный свитер хотя смотрится смотрится красиво такой вариант тренча это необычно снова обувь так называемые две полоски в данном случае каблук не видно но он толстый могу сказать что это обувь очень хорошо смотрится на женской ноге в прошлом году я рассказывал как я впервые увидела такую обувь именно здесь в италии как сильно она мне понравилась потому что любая высота каблука любая толщина каблука и тем не менее обувь смотрится всегда очень и очень красиво это витрина пинку и здесь я хотел показать вам высокие джинсы витрина немножко засвечивается но я хотела обратить ваше внимание что подобные джинсы у меня есть и вот такие швы которые имеются на изделии могут очень поверьте мне очень сильно натирать будьте аккуратны когда приобретаете подобную модель но что же здесь мы имеем брючный костюм это тоже пинка посмотрите какую обувь нам рекомендовано носить очень на мой взгляд красиво это тоже пинка и это белый костюм и брюки не зауженные как было в черном варианте брюки широкие предлагается носить футболку вообще мне кажется брючный классический костюм с футболкой это очень красиво а также мне понравилась подобная юбка я думаю уже многие слышали от меня что я очень люблю необычные юбки по силуэту юбка карандаш вот юбка с бахромой на мой взгляд это очень красиво тем более сочетание с курткой косухой с мотоциклетной курткой с кожаным бомбером плюс футболка это очень очень красиво а этот ренч напомнил мне тренч berberi berberi пару сезонов назад выпускала что-то подобное подобную расцветку внизу бахрома красиво смотрится красиво это витрина другого магазина и здесь мы снова видим брючный костюм но самое интересное мы видим не знаю как произносится эта марка поэтому сказала просто другой магазин и здесь мы видим снова сумку которым предлагается нам носить как поясную могу сказать что поясных сумок этой весной больше чем осенью с поясные сумки снова нам предлагается носить и этот бренд снова выпускает классные шорты я показывала шорты шерстяные в начале осеннего зимнего сезона и вот по весне снова именно у этой марки очень хорошие очень красивые шорты такие шорты я бы примерила на мой взгляд это либо тонкая шерсть либо шерсть плюс шелк я не знаю владеет ли выпускает ли из таких тканей это этот бренд но ткань очень тонкая при этом смотрится очень благородно поэтому я думаю что какие-то натуральные материалы превалируют патриция пеппо предлагает нам также носить брючные костюмы это витрина maxmar weekend я хотела показать вам комбинезон но у maxmar weekend из года в год выпускает комбинезоны хотела показать вам также обувь но опять же это все-таки maxmar weekend то есть это мода выходного дня поэтому всегда удобная и вот жилет жилет который надевается как в данном случае поверх любой верхней одежды я обратила внимание на стрит стайдерах смотрится очень хорошо и одна девушка попала в кадр я покажу ее а я ее сняла сегодня но покажу ее не в этом видео потому что сегодня только обзор витрин ну и снова maxmar предлагает нам носить также брючный костюм посмотрите как красиво на мой взгляд смотрится брючный костюм с кроссовками я сама свой брючный костюм буду таким образом носить центральный образ понравился мне очень очень и очень я вижу его очень грамотно составленным потому что я вижу замыкание образа например черный ремень сочетается с черной деталью на крупном кулоне очень красивая игра длины у меня было видео я рассказывала что ширина ладони это желательная разница между длинными ваших изделий просто возьмите вашу ладони замерте не могу не осудить макс мару за такую обувь она очень некрасиво смотрится на женской ноге тем более она очень смотрится странном таких компоновках городских на мой взгляд это все-таки обувь больше для пляжного прибрежного города и уж тем более я эту обувь не приемлю а вот за таким скажем так плотным тяжелым и достаточно теплым верхом очень нравится мне это платье но хочу обратить ваше внимание на зеленый закомпонованный с футболкой брючный костюм а также на сумку вот с таким ремнем эти ремни съемные эти ремни теперь можно купить продажи многие бренды их выпустили эти сумки смотрятся очень и очень выигрышно этот образ хотела вам показать что кажется что он очень хаотичный но он закомпонован по принципу не более трех цветов в одном ансамбле также как и этот ансамбль он тоже кажется сложным но если мы посчитаем количество цветов то мы наберем как раз таки три цвета это залог того чтобы мы могли удачно сочетать принты неважно какие геометрические либо цветочные цветочные принты и снова хочу обратить ваше внимание на ремень сумки потому что очень красиво смотрится заметила на стритстайлер и снова обувь которая мне нравится и на которой я хочу обратить ваше внимание то обувь хорошо будет смотреться и будет удобно для любого возраста и для любой окази я жду не дождусь когда будет тепло и я надену свои босоножки подобные а здесь посмотрите какое красивое сочетание цветов розового и внимание теплого именно теплого бежевого цвета это компоновка мне очень понравилось это один из моих любимых способов носить и сочетать деним это так называемый способ дыгин плюс дыгин ничего проще не бывает потому что любой дыгин сочетается с любым цветом денима с любой степенью потертости если у вас и джинсовая рубашка и джинсы надевайте вместе будете выглядеть супер стильно но тем не менее это также компоновка интересные тем что здесь то ли платье скорее всего это платье то ли очень длинная рубашка надеты как тренч смотрится очень очень красиво возьмите себе на заметку этот брючный костюм это за посмотрите какой красивый цвет я рассмотрела его вблизи вы знаете он смотрится очень и очень достойно но я помню сколько подобные вещи отпаривают а кто-то видел даже видео с витринистом который отпаривал отпаривал вещи непосредственно в витрине находясь и могу сказать что смотрится очень достойно этот костюм не знаю какой у него состав но выглядит очень красиво единственное что я бы не компоновалась черной обуви она слишком контрастно золотистая либо белая обувь на мой взгляд подошли бы сюда больше на самом деле любая обувь кроме черной я бы сюда поставила не знаю почему выбор пал именно на черную обувь очень красивый образ но также я убрала бы отсюда ремень я не очень люблю тримпичные ремни потому что мне кажется они должны быть очень качественно сделаны белое пальто очень похоже на мое пальто стоит сейчас покажу вам цену сейчас не вспомню сейчас она появится цена и могу сказать что я прям таки сравнила с тканью своего пальто выглядит но практически идентично то есть пальто который я увидела витрине выглядела очень и очень достойно цена пальто 139 евро а туфли которые мне очень понравились которые я хотела бы примерить стоит почти 40 евро 39 90 если я не ошибаюсь это туфли на том каблуке который очень хорошо смотрится на женской ноге следующем видео мы снова встретимся в паду и я покажу вам обзор витрин где мы посмотрим вместе с вами на обувь которая которую нам предлагают носить в этом сезоне а на этом я с вами прощаюсь это была яна скворцова увидимся очень скоро всем пока пока